и песняки есть о чем беседуете рулет я смотрю документальные кадры это что это исторические фотографии не документальные харьков 1908 год но вы смотреть то можете смотреть а вопросы какие-то у вас есть интересные из харькова а вы в россии где живете в россии где живет калининград понятно понятно что вы хотели что вы хотели про харьков я понял что вы хотели про харьков то спросить но я вас перебил пардон ну естественно большевики русофоба ленин и троцкий отдали его украине 1918 году он на эру отдали они много территории русских разбазаривали не только донбасса и конечно украине вообще много да к сожалению то ну как чего вы побудьте под украиной вы тогда узнаете ну я понял да так севастополя же не украина ну я понял понял хорошо ладно еще какие-то вопросы у вас есть интересные ладно а кому я кому есть ну да но я не зомбировали мне нормально нормально отношусь у меня и квартира в москве если в москве квартиры пути я русский сам я я русский сам как я могу относиться к россии если я русский как державе как нет но по национальности русский как державе своего гос образующего и так родился не важно это важно что как по папе маме кто они то они там понятно понятно ладно если хотите а обожди обожди да проектор слайд шоу крути да что компьютер выделить то он это произволь произвольная выборка рисунка а вы что бывает а вы звездки будете а сейчас в германии находитесь в гости в смысле да 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 друзей в какой в каком городе то находитесь я кемиста столица я понял а сами шо прямо в германии родились я понял и я думал что вы с украины уехали в германию а вы родились а родители значит вас научили море я понял вопрос у вас есть такие интересные не задавайте мне просто интересно почему и с какой целью вот если вы интересуетесь политика или может быть курсе вот этих всех политических нюансов с каких интриг началась вот эта вся заваруха которая между украиной и россией сейчас происходит потому что я восемьдесят девятого года рождения но я вам я объясняю причины всех конфликтов на постсоветское пространстве то что большевики в свое время специально проводили неадекватно границы между республиками то есть они проходили не по историческим границам а по тем которые начинал чертили большевики они их специально проводили так так чтобы разбавлять титульные этносы республик чтобы удерживать их в сфере своего влияния частности украину они отдали им русские территории казахстана сама россия забрала себе и не дала статус республики и союза там чечне и то же самое там или дагестана то есть абхазию зачем-то засунули в грузию хотя это мусульмане и христиане разные религии даже то есть вот большевики проводили такую политику и антирелигиозной и с неадекватными границами поэтому когда я с рухнув распался в девяносто первом году эти проблемы начали сказываться раньше они цементировались централизованной властью а когда власть не стала то проблемы начали выявляться и то что между украиной произошло вот конфликт в украине этот произошел он уже не первый далеко не первый первый начался в азербайджане потом в грузии и только в четырнадцатом году начался в украине то есть это далеко не первый конфликт вот это вот эти то есть повторяю причины то что большевики проводили неадекватные границы между республиками не не по историческим границам что вы говорите в границах ну да да проблема проблема в неадекватно проведенных свое время границах да ну это уже это уже частности вот так где то вот так а я смотрю у вас там флаг канада лежит ну да у вас родственники из канады есть да но я в канаде живу это я вам так сказал что это я я шоу не говорил я живу да у меня тетя родная сестра моей мамы живет в канаде тоже в каком городе торон то не очень большая во в целом по канаде большая основные города ваша диаспора это винипеке и эдмонтону втором то тоже есть но не французская монреале я говорю именно украинцев больше всего в процентах если вот вас интересует города винипек и эдмонтон из больших городов максимальный максимальный процент украинцев а отнюдь не торонто но в торонто тоже есть магазина магазина как раз торонто называется если он украинский магазин зона найся русский а вот винипеке он называется а вот винипеке он называется украинский потому что там украинцам больше этот Тут чисто коммерция, потому что в русский магазин больше будут славян приходить. А если в Виннипеге и славян больше всего украинцев, они называют магазин украинский, потому что все равно украинцы идут. Вот и все. Такая логика. Ну ладно. Понятно. Ладно, приятно было побеседовать. Всех благ вам. Какие желания есть? Я только не помню, с чего мы начинаем сейчас наговаривать. Ну, давайте по новой теме. Вы напомните, откуда вы будете? Я сейчас там вспомню, о чем мы разговаривали. Да, откуда? Ну, я вас спросил, откуда вы будете? В Челябинской области. В Челябинской области. А, ну, значит, по-моему, с Челябинской, если они не разговаривают. Я из Харькова. Что? Я из Харькова, меня Олег живет. Ну, значит, я понял, да. Видимо, даже мы до представления не дашем. Да, да, наверное. У вас какие-нибудь вопросы есть интересные? На какую тему хотим его судить? Ну, я контент для канала собираю. У меня в принципе 6 тем. Наука, история, железная дорога, футбол, история, политика. Ну, история, вот меня вот, тут все рассказывают тут про свою родословную от княгини Ольги. Ну, это частная история, генеалогическое древо тут не стоит рассказывать. Это только среди знакомых родственников интересно. Если история своего рода, вы имеете в виду. Ну, почему, да, каждый второй собеседник из Украины считает себя наследником княгини Ольги, как минимум. Если не Владимира Великого. Ну, я таких редко встречал, но встречаются, да, не спорю. Возможно, все хотят приукрасить свое... Встречаются? И как-то подтверждают свое родство? Один говорит, что он, допустим, правнук Калк... Интересный вопрос. Да, задавайте. Нет, 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 продолжайте. Ну, я просто в качестве ремарки говорю. Один говорит, что он, допустим, правнук Калчака, а на самом деле он троюродный правнук Денщика Калчака, в лучшем случае. Бывает и такое? Ну, я думаю, да, это ближе к истине. Так как у вас вопрос был? Слушайте, а вот... Не знаю, вот что-то вы начали говорить, там, про... Вот, допустим, документы по поводу операции НКВД по, как бы, ликвидации улуновцев. То есть, когда они переодевались улуновцами, как это все происходило? Ну... Я не начинал это говорить, но интересно. Это просто один вот собеседник, опять же, из Украины. Посоветовал почитать книгу, правда, я так не нашел именно ту книгу, о которой говорила он по названию, но нашел другую, то есть, книга издана в Украине, на украинском языке. Ну, документы там НКВД приведены, соответственно, на русском, то есть... Ну, понятно. У меня был ребят. Ну, это же... Да, это ситуация с переодеванием, это известно. Довольно интересная вот эта информация по поводу того, как... Это известная методика, в принципе, с переодеванием. Даже в сериале ликвидации это немножко отображено, если помните. Ну, там в большей степени и наоборот было. Именно... И наоборот тоже было, да. Да, да, да. Да, да, да. Ну, это... Это... Рейх вообще... Просто один... Да. Один отчет, который оказался очень... Очень интересным. Ну... Очень занимательно. Там, значит, дело было так. Брали какого-то гражданина. Ну, как бы там с переодеванием уже мало связано. Просто эпизод. Брали бан... Ну, как они считали их бандитами. То есть, руновцев брали. Один... Из... Пистолета там... Убил, по-моему, двоих НКВДшников. Пытался взорвать себя гранатой. Но граната не взорвалась. То есть, граната не взорвалась. Он остался без оружия. Он упал на землю. Кричал, убейте меня. И он, убили. И после этого... То есть... Сейчас уже с нудно помню, как там дела происходило. То есть, с ним провели работу. И после этого... Он такой непримиримый. То есть, он... Ну, то есть... Сам бросался там на скловы. Сам пытался с гранатой подорвать. Он такой непримиримый. Сдал практически целую ячейку там в деревне. То есть, он пошел в деревню и вывел всех остальных... Этих... Ну, понятно. Разве только что в Украине нет деревень. В Украине села. А вот в России есть как села, так и деревни. Знаете, чем отличается в России? Деревня от села. Расскажите мне. Не знаете, да? Ну, в общем-то, классические... Я знаю. Ну, давайте вашу версию. Мне интересно. Если вы знаете. Ну, в России тоже есть села. А села отличаются от деревни, что в селе обязательно есть церковь. Ну, правильно. И как бы деревни, вот они в селе. Правильно, правильно. Так было до большевиков. А при большевиках уже либо церковь, либо сельсовет. Но, как правило, сельсовет был... Наличие сельсовета было признаком села. А церковь где оставили, где снесли. А до большевиков, до полиимперии критерий была церковь. А в Украине любой населенный сельский пункт называется село. То есть деревень. Или хутор. Как такового понятия деревня тут нет. В смысле в Украине нет. Где-то так. Ну, и о чем это говорит? Не, ну, просто особенности языка южно-русского. и классического русского. Ни о чем. Терминология просто. Ну, это понятно. Ну, как бы все. Село, по крайней мере, есть и там, и там. Что-то такого специфического. Ну, понятно. А как вы думаете, каковы причины распада СССР? Распады СССР, но все республики думали, что будут жить лучше. Ну, то есть им немножечко заподрили мозги. Ну, мотивировка, да, да. Говорят недавно, кто там, Кучма, что ли, сознался, что... Да, что обманули, да. Товары, произведенные в Украине, подпочитали в мировых ценах, а товары, произведенные в России, в ценах внутренних СССР, и выдали эту картинку украинцам. Ну, да. Ну, и так же всем остальным, то есть, подробная деятельность велась, в том числе и на уровне самих партийных органов. Это не причина, это обоснование. А причина, по моему мнению, то есть системные пороки госустройства, а именно республиканское отделение с правом выхода, которое установили на момент образования СССР, то есть 30 декабря 2022 года. Изначально была страна с пороками госустройства. Поэтому даже странно, что она просуществовала 69 лет. Но Соединенные Штаты Америки также же устроены? Тоже у них есть формально право выбора? Да нет, у них право выхода. Вот в Канаде есть, в Британии есть, а в Америке нет. Нет права выхода? Ну, в Америке прецедентное право, то есть штат может организовать референдум, никто ему не запретит. Это же не Украина, которая будет АТО устраивать, там вооруженных подавлять. Но в Конституции нет права выхода, а в Конституции СССР было. Вот вся разница. То есть изначально занесли в Конституцию СССР провокационную норму права, а праве выхода в 22-м году. В итоге оно и выстрелило в 91-м. Ну, знаете, мне кажется, мне больше, знаете, кажется, тут именно перекос пошел в том, что вот руководители республик, то есть как бы у нас по Конституциям там все решалось коллегиально, там, политбюро, там, это, скажем, какие-то такие и все прочее. А по факту все равно многое зависело от личности именно руководителя самого верховного. То есть и слишком многое правного было. Ну, естественно, по факту было... Руководители, собравшиеся в Белорусской пущей, они как бы, то есть они воспользовались своим правом по факту, хотя по всем законам Республики, Союза, они не обладали этим правом. Нет, ну в том-то и фишка, что Конституционно они обладали. Там они не соблюли иные нормы, которые ниже, чем Конституционная норма. Но это уже, так сказать, они могут ссылаться на то, что они действовали в соответствии с Конституцией, то есть с нормативными актами, которые по приоритетности выше. Но дело в том, что вы правы в том, что это цементировала в свое время однопартийная система и партократический аппарат, который был централизован. То есть партия была централизована. Да, даже не однопартийная, а то, что в самой партии, как бы вот это на самом деле все это политбюро, как бы по факту все-таки было больше единоличное мнение. Да, посыпалась коммунистическая идеология, посыпалась вся система. Понятно, ибо они... Я с Украины. Город какой? Мистер яке? Чего? Мистер яке? Город какой? Я с Украины, всего, мал. Это ни о чем ответ. Я вижу же и так, что вы с Украины. Меня интересует, какой у вас город. Но я не вижу, что вы из Канады. Ну, хорошо. Откуда вы считаете? Считайте, что не из Канады. Меня интересует ваш город. Откуда вы? Ну, а скажите, если я покажу, вы узнаете? Смотря что. Если известная достопримечательность, можете узнать. Извест, очень известная. Ну, покажите. Интересно. Ну, это панорама. Где достопримечательность-то? Это вы мне панорама показываете. Какую панораму, блин. Слышь, пацан. Ну, не знаю. То, что не Харьков, я вижу. Киев, наверное, или Днепр. Ну, слышишь. Ты из двух ударов попал прямо в точку. Так что, Киев или Днепр? Ну, конечно, Киев. Показал тебе церковь, показал тебе вокзал, или ты не видишь? Ну, ага. Не видно ночью, что это. Вокзал какой? Южный или центральный? Служенный, конечно. Я знаю ваш центральный вокзал. И площадь Победы, что-то. Ну, ночью не очень видно. Ну, там же все освещено. Ну, елый палец. Ну, отвлекай, отвлекай внимание. Ну, ладно, 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 ладно. О чем проблема? Вот Харьков я бы сразу узнал хоть ночью, хоть без света. Киев я ваш не знаю. И знать не хочу, честно говоря. Да, и в Харькове какая большая река? Там нет большой реки. Там две реки. Там две реки Харьков и Лопань. Неужто? Неужто? Две реки Харьков и Лопань. Да, через Харьков. Через Харьковский канал. А если ты имеешь в виду Северский Донец, то она течет по далеку от Харькова. Нет, Северский и Донецкий они имеют. Да я говорю по Харькову. По Харькову две реки течет. Лопань и Харьков. Ты объясняешь. Две реки. Лопань и Харьков. Сливаются в центре. Потом наберешь... У меня целый плейлист есть. Как я разоблачаю укропов. А вы Харьковский человек? Да, который притворяется, что не из Харькова. Наберешь. Липовый Харьковчанин. Посмотри. А ладно, подожди. Я же не копаю. Я просто разговариваю. Хорошо, разговариваю. Ты меня спросила. Я же знаю, какие реки в Харькове. Я Харьков досконально знаю. Могу тебе... Вот хочешь проверить? Сейчас открывай. Подожди. Подожди. Я тоже не дурак. Я в Харькове был очень много раз. Нет, ты можешь меня проверить. А допустим в Харькове... Ну ладно, начинаешь. Я хочу проверять. Я тебе верю. Восемь направлений железнодорожных. Хотя с любого направления могу назвать остановки подряд. Мужчина. Слышишь. Типа с Харькова можно поехать в любое направление. Я же не против. Я тебе могу назвать перечень остановок. Мужчина, ты хочешь назвать направление с Харькова. А есть такая развязка, называется знак. Знаешь? Как называется? Знаменка. Знаменка. Это вообще далеко от Харькова. Конечно, это Днепропетровск. Знаю. Так вот. Знаменка имела больше, чем Харькова. Что она имела больше? Ну, соединение. Знаменка. Пять магистральных направлений. Первое место занимает Харьков. И он же... Ладно. 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 Восемь магистральных направлений. Ладно. Ладно. Он же второй был после Москвы в Российской империи и в СССР. После Москвы. Ладно, мужчина. Ты железнодорожник? Я по третьему образованию железнодорожник. Третье. Второе место занимает Львов. Шесть магистральных направлений. И третье место делят два города, Жмиренко и Знаменка. О! По пять магистральных направлений. Ну, там Харькова не слышно. Что нас не слышно? В Харькове восемь, а в Знаменке пять. Вашем... А чушь ты харьковчанин, блин, разговариваешь со мной с... В вашем Киеве четыре магистральных направлений. Что разговариваешь? Это не в нашем Киеве. Ну ты же в Киеве живешь. Нет. А, ну пардон тогда. Ты мне говоришь о Киеве. Ну хорошо, ладно. Нет, ну я сейчас у доски, ну белый пал. А сам откуда? Я на Западе. А, ну хорошо. Так что ты хотел спросить, что ты разговариваешь? Не, ну я говорю, слышу, что ты как бы там про Харьков мне рисуешь, а сам находишься в Рашере. Что случилось? Что случилось? У меня по две пеном в России. Что случилось? Что сделал? Я не нахожусь в России, не в России, а под ВПН. Знаешь, что такое ВПН? Ну не знаю, что надо проехать. Ты сейчас в России или в Харьков? Не там, не там. Я сейчас в Торонто нахожусь. Понятно. Видишь, у меня светло за окном, мог догадаться. Я окно вообще не вижу, там какие-то слайды идут. Вон, вон окно. Ну не вижу окна, ну честно. Ну хорошо, не видишь, не надо. Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Давай, не важно, где я нахожусь, как тебе удобнее, так и считай. У тебя вопросы есть конкретно? Ты хотел что-то задать, я тебя перебил, пардон. Да, хотел задать. Скажи, ты еврей? Нет. А у тебя национальность есть? Есть. Какая? Русские. И кто родители? А они в России родились? Почему в России? Мать себе. Не спрашивай просто. В СССР они родились, я тоже в СССР. А что такое СССР? Ну была такая страна до 91 года. Не было такой страны. Ну, не было. А страны, если СССР, не было. Ну, хорошо, не было. Ну, так не хорошо, это плохо. Что? Ну, не было, так не было, по-твоему, у тебя альтернативная история. Я сам не сторонник СССР, но отрицать очевидное, что такая страна была. Она, да, управлялась партией, которая... Так не было страны такой, был союз, но это не страна. Ну, ты вообще, юридически понимаешь, что такое страна? Я понимаю. Вот то, союз... Так а что ты мне втираешь, пацан? Ты же умный. Я же тебе объясняю. Это не страна. То же самое союз или содружество? UK? Подожди, даже ГИН говорит, даже ГИН-Союз говорит, что 15-й перестудит... Я понимаю, я понимаю, что ты хочешь сказать. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Это было все идеологическое. Если гражданство было одно, значит страна была одна. Не было гражданства отдельного там в Казахстане, в Туркмении. Было... Паспорт написано, было гражданин СССР. В Украине дублировался на море. Сейчас, момент. Алло. Да, сейчас подойду, минут через 15. Давай. Алло. Да, продолжай. Вот. Так вот, я говорю, да, он назывался Союз, а США называется Соединенные Штаты. Что ж, нет такой страны, что ли? Они тоже... Можно перевести... Каждый штат это state, это государство. А Соединенные Штаты это США, тоже государство. Или, можно сказать, надгосударство. Я понял. То же самое, что было в ФРЮ. Да. То же самое, что сейчас Британия. UK, United Kingdom. Объединенное Королевство. Да. Вот. Это гражданство у них одно, что в Шотландии пока... Я понял. Мы, короче, залазим... У тебя есть вопрос? Мы залазим в какие-то дела. Ну, у тебя какой-то вопрос был, другой, ладно. У тебя есть вопросы конкретные ко мне? Ну, я жду от тебя, мужчина. Ты вроде грамотный. Ну, давай. Ты сторонник какой я полетел в Украине? За кого голосовал? За Кашулинского, небось? Я вообще не голосую никогда. Ну, вообще, то, что не голосуешь, я понял. Из принципа. Нормально. А вот какой полиции симпатизируешь? Какой партии? Есть симпатии какие-то? Конкретно нет. Нет. Ну, понятно. Знаешь, я могу ответить... Ну, я не знаю, как это... Словами фильма... Как там? Свадьба в малинке, да? Ну, короче, были синие, помаранчевые, зеленые, все такое. Знаешь, просто меняю фуражку вовремя. Ну, короче... Да, в Украине были синие, помаранчевые в пятом году, если помню. Да было, блин, их там столько, слышишь, этих цветов. Сейчас зеленые. Ну, типа З. Понятно. А, кстати, вот ты спросил, где твои родители родились. Ну, и что это... Как это связано с национальностью? А если бы я был еврей, как ты предположил сначала, это же не значит, что мои родители родились в Израиле, правильно? Не-не-не-не-не. Ты неправильно меня понял. Дело в том, что у меня папа с Западеной, а мама с Сумской области. Но я не об этом говорю. Просто евреи, они более корректные. Когда я разговариваю с россиянами, они начинают с мата. Поэтому мне как бы евреи ближе. Хотя я не еврей. Но я понял. В моей крови три крови. У меня есть Чех, потому что у меня фамилия Вацель. У меня есть немец, потому что фамилия у мамы была Ма. Вот. И есть третий вариант украинцы, но там все так помешано. Знаешь, я, короче, не копал до пятого колена. Ну, хотя бы сна и четыре. Ну, молодец, молодец. Ты видишь, уже умеешь нормально разговаривать. А это вот лезешь в бутылку. Ну, ладно, у тебя вопросы есть ко мне? Чё бутылку? Все мы родились в той стране, которой нет. Или в том союзе, которого нет. Но это была страна, поскольку гражданство было одно. Паспорт был один, гражданство было одно. Если бы гражданства были разные, как сейчас в Евросоюзе. Это не страна. А почему не страна? Да, потому что у каждого свой факт. Я, 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 Германия и так далее. Мужчина, я вас понял. Короче, у нас болит душа за прошлым, да? А вы о будущем как бы не задумываетесь. Или вам хочется союза, да? Так не будет никогда уже. Я противник СССР, я уже объяснил. Более того, я даже был диссидентом местного масштаба при СССР. Но, к сожалению, я думал, что образуя СССР расколется по адекватным границам. А на самом деле он тупо раскололся по неадекватным границам союзных республик, к сожалению. Из-за этого все проблемы на постсоветском пространстве получаются. Видите как? Нет, я не понял ваш ответ. Если бы СССР развалился не тупо на 15 республик по неадекватным ленинско-коммунистическим границам, а по адекватным историческим на 35, скажем, частей, чтобы отдельно было Абхазия, как страна, как разлала, Чечня, Слобожанщина, Донбасс. Давайте, давайте откинемся, допустим. Галичина же поддельная была. Нет. Тогда бы не было конфликтов на постсоветском пространстве. А вы далеко заходите. Как говорят в Одессе, парень, поцелуй у меня плечо, да? А дальше ниже, ниже, ниже. Зачем так говорить? Нет, я вас в мысли выяснил. Нет, ну вы умный человек, вроде адекватный, не материст. Да. Так вот, я вам расскажу. Дело в том, что все, что вы видите, и все то, что вы питались за свою жизнь ранее, это все неправда. Вернее, как? Нет, я чуть-чуть поправлюсь. Не все правда. Вот так. Да, я с вами полностью согласен. Поэтому, вы понимаете, Библия писалась не Иисусом, и Ватикан не в шоколаде, и Союз был искусственно создан, и Гитлер и Сталин были друзьями, и Брест не был никогда в Союзе. Правильно я сказал? Ну, кое-что правильно. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские, это какой чей отвечает? Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа-Ити, так это не было еще? Ну еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане... Не надо... В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Голодьку всякую прочую За зданицы родные, За луга, За леуны, Да за царскую вонщину. Сегодня наконец мы можем сказать, что свершилась вековая мечта украинского народа. Теперь мы свободны. Нам, граждану свободной Украине, принадлежит она мной. Это Солнце и эта благословенная земля. Нам больше не нужно быть чужой житницей. ...и по гостинуту. Еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная. Но не позволят никому учиться жить. Я заверяю вас, Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гволской области будет только Харьковской, будет только Харьковской области. Но ты мне улица родная, и в небо году дорога.